я же ничего не понимала и поэтому очень агрессивно себя вела я бы сейчас конечно никогда с ними так не поступала я все время эльдар анварович придет видит что я опять сняла маску оденет кремом меня намажет чтоб не больно было и опять около меня стоит пока я не начну нормально дышать вот так с улыбкой на лице но все еще с нескрываемыми нотками тревоги описывает свое состояние бывший пациент ковидного госпиталя казанского федерального университета известная фраза врачи боролись за жизнь и здоровье может пониматься буквально несколько дней чистого кислорода лечение разными препаратами постепенное улучшение состояния и страх за свою жизнь вот стандартные стадии для всех кто переболел ковид-19 в средней и тяжелой формах в некоторых случаях правда требуется еще и ивл история большинства пациентов о попадании в госпиталь сходится не вакцинировался был уверен что справится иммунитет потом когда появились признаки урвы и лечился дома был уверен что это не она ну а дальше дальше было только хуже и оттуда ушла своими ногами к ими брагимов не она настолько талантливая настолько умная настолько на ко мне психологически подошла как будто я ее родная мама сам госпиталь на базе университетской клиники заработал чуть больше года назад первые пациенты заняли койки в октябре 2020 и если вы понимаете под госпиталем несколько палат где 10-15 человек лежат отделенные друг от друга занавеской из простыней на жестких кушетках то глубоко заблуждаетесь во-первых реальная вместимость госпиталя 80 человек которую при необходимости можно увеличить до 110 без потери комфорта пациентов аппараты и вл кислородные концентраторы мониторы с показанием сатурации кислорода в крови и кг давление и многое другое все это электронное оборудование способно круглосуточно отслеживать и поддерживать состояние пациента а в случае не штатной ситуации оповестить медицинский персонал о ней в течение всего дня находясь здесь непосредственно в красной зоне происходит непрерывное мониторирование за состоянием всех пациентов количество именно тяжелых пациентов удельный вес этих тяжелых пациентов стал значительно больше по сравнению даже с тем что было год назад когда мы открывались большинство этих молодых людей и девушек скрывающихся под несколькими слоями защитных костюмов медицинский персонал униклиники и ординаторы казанского федерального университета которые геройски вызвались помочь в борьбе с коварной инфекцией вся работа большого ковидного госпиталя казанского университета стала возможна благодаря решению ректора ильша тагафурова который в 2020 отметил сложную эпидемиологическую ситуацию и необходимость создания такого подразделения на базе униклиники при этом часть средств на зарплату работников госпиталя была распределена с бюджета университета а в первое время пока не было определено финансирование из федерального бюджета все сто процентов расходов легли на плечи вуза это и медикаменты и зарплата работников и даже банальные коммунальные расходы по просьбе руководства республики премьер-министра и министра здравоохранения этот госпиталь был достаточно быстро развернут на площадке нашего терапевтического корпуса по адресу шмидта и вчера мы начали первый прием пациента работа госпиталя ни на один день не прекращался за нехватки чего-либо кислород медикаменты средства индивидуальной защиты и регулярные выплаты медикам далеко не полный список того с чем в теории могли возникнуть проблемы однако все это было доступно весь срок работы госпиталя сегодня униклиника в целом и ковидный госпиталь в частности остаются важным звеном в оказании медицинской помощи жителям казани и республики несмотря на то что показатели заболеваемости идут на спад до спокойных постковидных времен еще необходимо дожить